Представьте, люди везде не едят. Рецепторы на какое-то мгновение теряют свои функции. Мозг сбавляет обороты, потому что, в принципе, ничего не получает. Человек даже не употребляет воду. И тут, во время ифтара, заходит солнце, ты садишься, ты берешь, я не знаю, кусок мяса с картошкой. Представляете, что происходит с мозгом? Для меня кулинария, в первую очередь, это фантастический инструмент, который позволяет исследовать этот мир, узнавать людей, их традиции, привычки. И сейчас время самого священного месяца для всех мусульман Рамадан. И у меня, как у повара, есть вопросы. Почему прием пищи начинается с заходом солнца? Что такое ифтар? Как выглядит завтрак во время Рамадана? Почему прием пищи следует начинать с фиников и воды? Я надеюсь, что на все эти вопросы мне поможет ответить уважаемый Ильдар Хазрат. Ну что, друзья, мы начинаем наше интервью, а вы обязательно комментируйте и ставьте свои лайки. Ильдар Хазрат, во-первых, огромное вам спасибо, что вы нашли время. Я, как человек, плотно связанный с кулинарией, пытаюсь этот мир изучать через всевозможные ритуалы, через религию. Я знаю, что сейчас для всех мусульман проходит, наверное, самое важное время в году – это месяц Рамадан. Могли бы вы рассказать, что это за месяц и почему он называется священным? Месяц Рамадан особо выделен в мусульманском календаре. Это связано с особым предписанием, которое связано именно с данным отрезком времени – это пост. Мы его воспринимаем, пост, как божье предписание. И, условно, в первую очередь под постом подразумевается отказ от еды, питья, от супружеских отношений, от появления утренней зари до захода солнца. Но то, о чем мы всегда говорим и напоминаем, что это, в первую очередь, духовная перезагрузка. Наверное, отказ от неких материальных благ, которые для нас в неком доступе, когда человек воздерживается, отказывается, это некий шаг к тому, чтобы больше уделить внимание своей душе, своему внутреннему миру. И также мы знаем, достоверно знаем, что именно в месяц Рамадан начинается неспосылание священного Курана, не заводится Куран на первый небесный свод. И потому месяц Рамадан также называется месяцем Курана. То есть, когда человек погружается в эти смыслы. Это не просто лишь сакральный смысл, это не просто лишь какие-то молитвы, какие-то звуки. Нет, это все-таки глубинные-глубинные мудрости, некие правила жизни, которые мы обязаны изучать и, самое главное, привносить в свою повседневную жизнь. Как раз-таки месяц Рамадан нам в этом помогает. Почему прием пищи начинается с заходом солнца? Религия Ислам, это вот само слово Ислам, переводится как покорность. Очень часто люди задаются вопросы, почему пять молитв, почему они в определенное время совершаются, почему именно Рамадан. Есть множество предписаний, мы их соблюдаем, потому что это как Божие предписания. Всевышний вменил нам в обязанность это делать, мы это делаем. Не всегда задаваясь вопросом, почему и зачем. Это в последующем уже какие-то мудрости извлекаются, какие-то смыслы извлекаются. Наука, медицина, говорят, даже в этом больше блага. А так прямого какого-то повествования, почему именно с начала появления утренней зари или завершается с заходом солнца, мы не можем найти этому определение. Просто-напросто, с одной стороны, мусульмане следуют лунному календарю, и начало месяца, начало праздников привязаны именно к лунному календарю. Но в то же время, и в этом тоже есть некая мудрость, над этим можно пофилософствовать, подумать, в то же время многие обряды привязаны к солнцу. Например, пять раз в день мы молимся, и именно время совершения молитвы привязано именно к фазам и расположению солнца. Точно так же на начало поста, завершение поста привязка к солнцу. Для меня довольно-таки новое слово – вкусный ифтар. Что обозначает слово ифтар? Что это? Ифтар – это вечерний прием пищи, это разговение. Это вечернее разговение, солнце заходит, звучит призыв к молитве, азан, и вот с этого момента простящийся может разговляться. Относительно вкусный, вы знаете, как? Я помню, несколько лет назад был в Саудии, это был жаркий период, жаркий период, и так или иначе ты там днем совершаешь определенные обряды под баду солнцем. Я вот помню вот эти мгновения, по сей день мгновения, когда ты ждешь, вот ты считаешь каждую минуту, каждую секунду, когда же начнется азан, и ты можешь начать кушать. Но ты там пьешь вот эту воду замзам, и ты делаешь нескольких глотов воды, и понимаешь, что ты самый счастливый человек на этой жизни, и эта вода, она самая-самая вкусная. И на самом деле, знаете как, наверное, вот вкус еды ты больше ощущаешь вместе с Рамаданом, потому что многие блага, мы к ним привыкли, и за дня в день мы их кушаем, да, мы вот как бы, ну, в открытом доступе, сегодня даже в магазин-то не нужно ходить, набрал на телефоне свой заказ, тебе уже через Книгу его привезли. Да, а здесь, получается, ты отказываешься, делаешь это во имя Всевышнего, все равно довольно-таки длинный отрезок времени, тем более, если ты днем активен, поверьте мне, вот к вечеру еда, какая бы она, может быть, даже невкусно была приготовленная, но любая еда, она просто неописуемый вкус несет, и ароматы, и запахи, ты совсем по-другому воспринимаешь. Меня, знаете, я перед тем, как приехать, к вам сюда немножечко углублялся. Вы можете мне рассказать, почему ифтар начинается со стакана воды и фиников? Да, но здесь, опять же, это как некое предписание, но уже связано с пророком. Да, есть у нас и коранические тексты, Коран, есть жизнь пророка Мохаммада, и мы черпаем многие назидания, многие какие-то указания из его жизни, и как раз-таки есть повествование о том, что нужно начать, либо с фиников, либо с воды. И в этом тоже мы понимаем, что особая мудрость, потому что так или иначе ты тем самым подготавливаешь себя, подготавливаешь свой организм, подготавливаешь свой желудок, то есть ты несколько часов, довольно-таки длинный отрезок времени, ты ничего не кушал, ты сделал глоток воды, либо немножко финика, а финик тоже несет в себе очень много. А финик какой-то особенный должен быть? Нет, нет, обычный любой финик. Да, 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 финик, или обычный финик. Это тоже, например, взять Россию, у нас нет особой культуры приема фиников. Да, у нас есть друзья, знакомые, которые занимаются финиками, и понимаешь то, что таких каких-то больших продаж нету, это тоже как определенная культура. В большей степени в России поглощается финик именно вместе с Рамадан, и, соответственно, понимая, что именно мусульманами, и даже мы только в рамках шатра здесь тонны-тонны фиников закупаем, потому что любое разговение, любой эфтар начинается именно с фиников. Ну, а их десятки, сотни разных сортов, разные вкусы, и все они по-своему вкусные, какие-то судьи, сегодня там финики будут из Катара, из Ирана, да, там, салжира. Все они вкусные, и на самом деле они очень сытные. Не будь этого некого такого наставления, назидания от пророка, да, мы там сели бы, сразу там выпечку накидали бы, да, там, да, другое, и, соответственно, потом бы думали, ну, это не совсем хорошо. Даже в этом есть какая-то мудрость. На самом деле религии, они, мы верим, что это Божье предписание, мы верим, что это несет огромную пользу для самого человека, и мы понимаем то, что какая-то мелочь, которую ты, быть может, даже не придаешь значение, или, может, не придавали значение, и не могли даже до конца осмыслить эти смысли люди там несколько столетий назад, со временем ты понимаешь, что даже в этом есть какой-то определенный смысл. А есть ли какие-то блюда, которые можно, допустим, готовить, да, там, вот, круглый год, но в священный месяц Рамадан запрещено готовить, или же наоборот? Таких блюд, на самом деле, нету. Есть, у нас, опять же, это некое такое, может быть, где-то испытание, где-то предписание. Есть определенные продукты, которые мы, нам религия не дозволяет их употреблять. Соответственно, это, как бы, этот запрет, он имеет место быть как в Рамадан, так вне Рамадана. Но в то же время, знаете, какой важный аспект, как любые благодеяния особо значимы пред Всевышний месяц Рамадан, так и любые проступки, они греховны, особо греховны пред Всевышним создателем. А так или иначе, когда ты кушаешь что-то запретное, ну, например, свинину, все это знают, мусульмане не кушают свинину, это недопустимо как запрет. И употребление свинин, это воспринимается как грех. Соответственно, если ты совершаешь этот шаг в месяц Рамадан, это грех, он кратно приумножает. То есть специально каких-то блюд нету. Если даже они есть, то это больше связано с традициями отдельных народов. Отдельных народов. Не религии в целом, отдельные народы. Каждый народ несет свою какую-то культуру, свои какие-то традиции, своя кухня. И уникальность, в том числе и нашего шатра, заключается в том, что здесь каждый день представлены разные страны, разные народы. И зачастую бывают разные блюда. То есть можно попробовать национальное блюдо того или иного государства. И вот, Ильдар Хазрат, у меня последний вопрос. Можете рассказать? Наверное, нужно было начинать с этого вопроса. Где мы сейчас находимся и какую роль вы выполняете во всем этом мероприятии? Мы находимся с вами в шатре Рамадана. Шатре Рамадан, он существует уже 19-й год. Мы находимся рядом с мемориальной мечетей на улице Минска. По сути, это некий центр нашей столицы. Это площадка, где организуются ифтары, вечерние разговения для постящихся. Но самое главное, здесь наряду с ифтарами организуется культурная программа. Она не несет чисто религиозный характер. Она несет больше такой культурный характер, когда мы стараемся показать традиции, особенности тех или иных народов, которые исповедуют религии славы. И данная площадка, она вмещает и вбирает представителей разных народов. То есть мы не говорим, что так, только мусульмане, только те, которые соблюдают пост. Это на самом деле уникальная площадка. И каждый раз, когда к нам приходят в гости правительство Москвы, администрация президента, они подчеркивают, что это уникальная площадка тем, что все вот эти границы, которые имеют место быть порой, они стираются, они размываются. Это очень важно. Мы открыты для всех. Здесь угощение как в ресторане. Все бесплатно, не только угощение бесплатно. Да, зачастую какие-то и организаторы. Мы организуем какие-то подарки на выходе, викторины. То есть здесь на самом деле очень много чего интересного. Шатер ограничен своими размерами. Здесь смягчается примерно 350-400 человек. Но мы рядом, на прилегающей территории, формим еще примерно тысячи человек. Тысячи человек еще там получают ифтарт. И огромный экран, огромные динамики. Всю программу люди на улице тоже могут услышать и увидеть. Касательно, какую роль я здесь играю, я являюсь руководителем оргкомитета. Я очень рад, что Всевышний удостоил меня такой чести, такой миссии. Потому что у нас очень хорошая команда. Мы богаты волонтерами. Это самое важное. Потому что изо дня в день девушки, ребята бегут шатер с тем, чтобы помочь, с тем, чтобы обслужить других, где-то улыбнуться. На сегодняшний день мы в этом нуждаемся. И они делают это безвозмездно. Студенты, люди после работы идут. И, знаете, они там и разносят еду, тебе улыбаются. Потом твою же еду у тебя грязную забирают, тебе улыбаются. Это то, чего в нашей жизни порой не хватает. Это некая такая, знаете, взаимопомощь, взаимоподдержка, взаимоуважение, стремление, желание сделать мир, изменить к лучшему. И вот это как раз-таки эта площадка, 30 дней она открыта. И мы надеемся, что она помогает нам в чем-то себе подкорректировать, в чем-то себе подправить. Не просто формально заявлять, что нужно быть хорошими, а именно воспитывать себе это состояние, воспитывать себе это качественно. Еще раз повторюсь, данный проект, шатер Рамадан, он особен, он богат. Именно в том числе и нашим волонтерами. Здесь у нас через нас проходит около 500 волонтеров. Они посменно приходят, меняются. Может быть, они хотели бы и каждый проходить. Но так как очень много желающих, мы не можем, чтобы одновременно такое количество волонтеров присутствовало. Я приглашаю вас сегодня остаться. Спасибо. Сегодня вечер Катара, чтобы вы все воочию увидели, как это все происходит. Здесь ничего не наиграно. Это изо дня в день все в таком формате происходит. Как волонтеры встречают, как волонтеры еду раздают, как кормят. Потом оценить вкусно, невкусно. Спасибо огромное. Так что всегда милости просим. Спасибо. Всегда ждем. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо за ваше время. Прям очень приятно. На самом деле, ответили на большое количество вопросов, которые меня очень долгое время не давали мне спокойно жить. Спасибо. Мы часто заявляем о том, что мы многонациональное, многоконфессиональное государство. Но порой нам не хватает проекта, который бы как раз-таки помогали нам это прочувствовать. А вот как раз-таки данный проект, это реально. Он помогает соединить между собой порой то, что очень сложно соединить. Здесь еще раз повторюсь. Представите, с одной стороны, разных народов, которые споведовали, а с другой стороны, есть немалое количество людей, вы сами это увидите, которые люди, которые вне ильбийки, далеки от ислама. И как раз-таки вот это все соединяется, и вы все не увидите. Насыщаются теплом, добротой, любовью. Я уверен, что в последующем им легче и комфортнее общаться с представителями ислама, с представителями каких-то отдельных народов. И в этом только-только лишь влага. Спасибо. Спасибо огромное. Смысл шатра Рамадан заключается в том, чтобы рассказать всем людям, который может быть далеки даже от религии, что из себя представляет ислам в разных уголках нашей планеты. И это просто фантастически круто. Почему? Нас каждый раз соблазняют всевозможные вопросы, страхи. Мы иной раз не понимаем культуру. И как раз-таки шатер Рамадан – это место, куда можно прийти и реально углубиться. И ответить на вопросы, которые нас иногда, честно говоря, мучают. Вот вечер Афганистана. Он будет 8 апреля в 17.50. Да? Вот я бы, честно говоря, послушал бы, пришел бы узнать, что такое реально Афганистан вот изнутри. Что это за страна? Ну, здесь, смотри, Республика Татарстан. Ну, в Татарстане мы с тобой были. Ребят, если вы не были в Татарстане, это регион, в который нужно реально уехать на пару недель. Вот ссылочка, кстати, на фильм, который мы недавно сняли. Это, во-первых, это просто безумно вкусный регион. Наверное, один из самых вкуснейших в реальном России. Это очень добрые, веселые, улыбчивые люди. Дагестан. Дагестан мы обязательно приедем. О, Индонезия. О, Туркменистан. Вечер Туркменистана. Моя бабушка же, видите, из Ашхабада. Вот Туркменистан тоже нужно сгонять. Ребята сейчас собирают закуски, всевозможные десерты. Сейчас начнется скоро Ифтар. И как раз-таки люди, гости, ну, как раз зайдут вот в шатер и вот начнут кушать. Вы все герои. Знаете почему? Потому что вы же уже много часов не кушаете. Да. Готовите еду, при этом уже часов 10 не ели. Да. Как вы это делаете? Я, честно, я как вот человек, ну, как повар, я этого не понимаю. Для меня это реально большая загадка. Как люди, которые занимаются едой, реально во время поста, могут, ну, вот, брать вот ее в руки. Ну, так это один из способов Рамадана, как-то, делать сабр. Это сабр, то есть отказ от соблазна, еды и от других грехов. Рамадан, это получается очень, очень, очень хороший такой момент жизни, наверное, любого верующего человека, который позволяет работать над собой. Да. Это очень круто. То есть любой человек может прийти, да, и, в принципе, помочь. Вы можете наиболее писать? Конечно, конечно, да. Я чуточку волонтер, немножко волонтер, немножко помогаю. А вы подписаны на меня, да? Да. Очень здорово, Рида. Ха, бородатый, да, этот? Мы его знаем. Я смотрю ваше меню, иногда тоже готовлю по вашему меню. Да. О, я, слушайте, мне очень приятно, правда, очень приятно. Спасибо огромное. С посольства Амана сюда привезли 6 больших баранов, которых приготовили на вертелах в рисе. Это будет сегодня, грубо говоря, такое блюдо дня. Я думаю, что каждый день здесь, по факту, реально меняется меню. Поэтому можно на самом деле, ну, там, каждый день для себя открывать новые страны. И узнавать их через, ну, там, абсолютно новые, уникальные блюда. На профессиональных кухнях то, что вот вы сейчас делаете, называется, ну, такой есть отдел, холодная кухня. И там в основном работают девочки. Знаете почему? Потому что мужчины такую работу делать не могут физически. Это очень тяжело. Вроде бы кажется, да, так вот, да, 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 у мужчин терпения меньше намного. Если хотите, могу, вот, я могу быстро порезать их. И пойду лучше помогу, правда, у нас там острый нож. Его лучше, конечно, целиковым делать, но он же порезан, ничего. Мы сейчас находимся в районе Мариной Рощи. Идем в очень вкусную чай-хану под названием Рахат. По запаху там уже вкусно. Честно говоря, вот здесь за углом я бью себе татуировки. Смотри, сколько народу. Вообще. А ну-ка, не знаю, получится у нас сесть или нет. Кафе, кафе Рахат. Что, народу много. Пахнет вкусно. На, класс. С детьми. Вот это я понимаю круто. Ну, настолько нужно быть реально сильным человеком, да, чтобы вот суметь, правда, перестроиться. То есть, кормить ребенка, при этом ты сам, сама, да, там, вот не ешь. Для меня это реально абсолютная загадка. Насколько сильна в людях вера, что она позволяет делать, да, ну, там, реально менять себя. Все-таки мне кажется, что Рамадан, в первую очередь, это история не про то, что ты там не ешь, да, там, я не знаю, на протяжении, там, 15 часов. Это история про познание самого себя. Про какую-то борьбу с какими-то слабыми, да, там, вот, своими, да, вот, сторонами. И вот здесь вот, ну, вот, там, возвращаясь к словам Ильдара Хазрата, это в первую очередь познание самого себя. И люди через Коран, через суры в Коране пытаются себя настроить, да, на вот именно правильный лад. Это очень, мне кажется, такая очень глубинная, очень правильная вот история. И мне кажется, что как раз-таки месяц это вот идеальное количество дней, которые позволяют тебе реально перестроить самого себя. Ни две недели, ни неделя, ни два месяца, а именно месяц. Красота, смотри, сколько еды несут. Круто. Вот это да. Красивое меню какое. Никогда не понимал шеф-поваров, которые считают, что вот меню с картинками это плохо. Не знаю, я вот лично ничего плохого в этом, правда, не вижу. Цены офигенные. Супы по 200-220 рублей. Зеленые еще 160 рублей. Хороший ценник здесь, кстати. И судя по тому, что здесь огромное количество людей, я думаю, что здесь и продукты суперсвежие. Манты. Вот 100% мы должны будем попробовать сегодня манты. Курутоп есть. Здесь даже в меню есть курутоп. Солнечный Таджикистан. 400 рублей, 600 грамм. Это большая порция с мясом 500 рублей. Но мне кажется, курутоп, вот если вот как бы возвращаться в нашу поездку в солнечный Таджикистан, нужно есть, наверное, без мяса. Друзья, если вы вдруг не видели наш замечательный фильм про Таджикистан, вот ссылочка. Но я чувствую, что сегодня будет очень много еды. Я знаю, что я буду есть. И у меня начался свой ифтар. Что самое интересное, шеф молодой, да, у вас? Шеф молодой, да. Да. И судя по всему, очень талантливый. Раскормит такое количество людей. Европейской кухни, такой молодой, но с опытом уже с тобой свыше. Слушайте, такое количество людей кормить, это на самом деле сложно. Курутоп. А я его ел. Вы ели? Да, я знаю, что такое курутоп. Я, я честно, удивился по поводу того, что вы его подаете с мясом. Потому что мы его ели без мяса. Без мяса? Да. Вкусный курутоп с мясом, конечно. Да. Вы в каком регионе его смотрели? Мы были в Таджикистане. Не знаю, в каком регионе. Просто у нас в семи регионах по-разному готовят. Мы его пробовали в Душамбе. Душамбе. Здесь тоже масло, но оно просто у нас сначала масло идет. Пахнет очень круто. Это прям я вот сейчас... Очень круто. Очень круто. Красота. Шеф, как дела, шеф? А как зовут? Гайбулок. Гайбулок. Меня зовут Котэ. У меня пару вопросов, шеф. Сейчас же месяц Рамадан. Священный месяц для всех мусульман. Скажи, пожалуйста, как меняется меню? Что обычно люди вот в Рамадан больше всего едят? И чего? Плов. Плов. Хорошо. Идиотно, я скажу, курток. Куруток. Шашлыки. Шашлыки. Казан, кебаби. Ага. Ну, то есть такое, да, прям едет. Много мяса национальное. Сколько в день примерно порции отдаешь ты еды? 300-400 тарелок отдаешь? Да. Больше. Больше? Больше? Брат, заказ дай мне вот, пожалуйста, масло, плов. Мне очень нравится вот это вот отношение. Да, брат. Заказ побыстрее дай, потому что гости ждут, да, там, ну. На самом деле я не приверженец европейского подхода, когда работа на кухне очень похожа на службу в армии. Все-таки я сторонник таких более приземистых историй, когда люди общаются на одном уровне. Ну, сейчас даже вот видно, да, парень подошел к шефу, официант подошел к шефу, говорит, брат, по-братски, побыстрее, давай отдадим. Там люди ждут. Рамадан, ну, весь день не кушали. Одни ребята стоят на казанах и готовят еду только с казанок. Там, ну, то, что я отсюда вижу, да, кто-то занимается чисто холодным, занимается закусками, салатами. Это таджикский язык? Да, это таджикский язык. А, вы говорите на фарси? На фарси, да, таджикский язык. Молодой шеф, и что самое интересное, там весь персонал, в основном тоже молодые ребята, да, там все ребята тоже, да, по факту очень молодые. И меня вот всегда, правда, поражало, ну, понятное дело, да, что из них, наверное, большая часть поваров постятся. Как поститься и при этом работать с едой? Для меня это все равно остается загадкой. То есть это, ну, настолько нужно сильно любить свою веру, настолько нужно реально веровать, да, вот в это вот все. В этом, наверное, и заключается, да, суть Рамадана. Рамадан – это возможность лучше себя узнать, сделать себя сильнее, найти слабые стороны. Эта история не про еду, совершенно не про еду, а про веру в Бога, про веру в самого себя через Бога. О, суп. Суп Джавари. Джавари. Да, да, это все. Спасибо. О, пахнет вообще очень круто. Таджикская кухня, она такая, ну, она тяжелая. В ней много фасолевых, да, там, вот историй. Много круп. Она более наваристая, что ли. Даже, да, вот если вспомнить, ну, там, нашу поездку в Таджикистан, в горную его часть, там, в основном, все блюда, они были вокруг каких-то круп. Пушка. Очень, очень вкусно. Обалденный суп Джавари. Его нужно реально приготовить. Ой, казан кабуб, посмотрите. Просто посмотрите. Он настолько нежный. О, очень вкусно. Пушка. Реально пушка. Представьте, люди везде не едят. Рецепторы на какое-то мгновение теряют, да, там, вот свои функции. Мозг сбавляет обороты, потому что, в принципе, ничего не получает. Человек даже не употребляет воду. И тут, во время ифтара, заходит солнце, ты садишься, ты берешь, я не знаю, там, кусок мяса с картошкой. Представьте, что происходит с мозгом. Это же реально гастрономическая, реально пушка. Ты начинаешь абсолютно по-новому воспринимать какие-то элементарные базовые вкусы, да, которые знаешь с детства. Рамадан, он тебя реально перезагружает. Вау. Это реально просто фантастика. Если вдруг вы не пробовали мой казан кабоб, ссылочка на ролик. Обязательно пробуйте, готовьте и вспоминайте меня добрым словом. А это манты. Что самое интересное, я думал, что эту историю проворачивают только с хинкалями. Знаете, когда вы тут заказываете большое количество хинкалей, они у вас реально остывают на столе. Идеальнее всего, там, попросить официанта, чтобы на кухне вам их поджарили. Но я клянусь вам, ни разу не слышал о том, чтобы манты жарили. Очень вкусно. Тонкое тесто, в меру хрустящая, сочная начинка. Клянусь, я буду сюда приходить есть постоянно. А это обычные манты. Сколько сока. Здесь реально круто. Очень вкусно. За такой едой, такого уровня, нужно ехать в Таджикистан или же в Узбекистан. Это настолько реально ортодоксально вкусно, правильно приготовлено, что у меня реально нет слов. Это очень вкусно. В данный момент закончилось. Ничего страшного. Может, если подождать, мы свежий будет потом. Не надо. Нет, ничего страшного. Понятно дело, почему он закончился. Но он вкусный. Очень много реально людей забирает еду с собой. И этому тоже, видимо, есть объяснение. Потому что во время Рамадана реально из-за того, что тебе нужно часто молиться, больше уделять времени концентрации, не хватает, наверное, иной раз времени заниматься едой. Поэтому люди заказывают еду с собой. И просто дома ее потом разогревают. Вот это уже после захода солнца. И просто вот ее едят. Самса. Завернута она реально правильно. Как это заворачивали в Таджикистане. Я вернулся в Душамбе. У нас было правильное желание сделать что-то реально классное. Рассказать людям про важнейшее время в году у мусульман. Мне кажется, что у нас получилась эта история. Но что самое интересное, этот священный месяц Рамадан привел нас еще в это замечательное место. Но реально, мы бы сюда никогда бы не попали. Я бы никогда бы реально не рассказал вам об этой фантастически вкусной еде. Я бы вас никогда бы не познакомил с этим шефом, которого все считают за брата. Все-таки что-то наверху нами реально управляет. Всем мира, любви и будьте здоровы. Пока.